Правнук известного писателя Николая Гарина Михайловского с волнением разглядывает скульптурную композицию «Тёма и жучка». Она изображает главных персонажей знаменитой повести «Детство Тёмы», которую автор посвятил своему сыну. Долгие годы это произведение проходили в школах, ведь оно воспитывает в детях мужество, способность брать на себя ответственность за принятие решений и сострадание к тем, кто слабее. Маленький мальчик преодолевает страх, ночью крадется к колодцу, чтобы спасти упавшую туда любимую собаку. На открытие скульптуры правнук писателя Максим Сырников приехал из Санкт-Петербурга, где живет, вместе со своей тетушкой, внучкой писателя. Она никогда не видела деда, ведь Гарин Михайловский умер в 1906 году, а она родилась в 1935, но с трепетом относится к его творчеству. По словам Максима Сырникова, в семье бережно хранят фото Артемия, который послужил прообразом главного героя повести. И хотя внешнего сходства между ним и скульптурным изображением нет, такой задачи и не стояло, Максим Сырников остался очень доволен скульптурой. Нас любезно пригласил город на открытие памятника. Мы очень благодарны и властям, и жителям, и причастным к этому событию, потому что событие действительно для нас, я думаю, и для Самары тоже весьма радостное и знаковое. То есть такое вот возвращение к хорошей литературе, к каким-то правильным установкам жизненным, которое несет русская литература классическая, вот здесь оно проявляется в таком вот виде. По-моему, это прекрасно, это очень здорово. На торжественном открытии скульптуры присутствовали глава Самары Елена Лапушкина, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов и депутат Госдумы Александр Хинштейн, которому принадлежит идея ее создания. Благодаря ему в городе уже есть скульптура Буратино, Швейка, Дяди Степы, Бурлаков на Волге, Красноармейца Сухова и товарищи Деточкина. Средства на установку предоставили меценаты. Очень важная идеология всех скульптурных композиций, которые появляются на пульсах, площадях, набережных, города, в том, что в бронзе оживают литературные герои кино, персонажи, непосредственно связанные с Самарой. Тёма Жучко – один из таких ярких примеров, потому что, кстати, Гарин Михайловский много жил в Самарской губернии, работу над повестью «Детство Тёмы». Он закончил именно здесь, на Самарской земле, и в этом году двойной юбилей. И 170 лет со дня его рождения, и 130 лет со дня выхода повести «Детство Тёмы». Скульптуру установили возле театра кукол Лукоморья, в котором всегда собирается много детей, рядом с домом, где в конце 19 века жил Николай Гарин Михайловский. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События.